Родилась в Узбекистане, в маленьком посёлке, посёлке Ташморя. Так получилось, что по окончанию музыкальной школы мы переехали в Крым, и я попыталась поступить в музыкальное училище в Симферополе, но не поступила, так как образования моего оказалось недостаточно. Я играла токато и фугу Рэймино, Баха, тут же Павла Носогинского, но познакомившись со Спиридонова Алла Александровна, которая выявила у меня прекрасный голос, сказала, что у меня диапазон 2,5 октавы, и от природы поставлен голос, что мне нужно заниматься вокалом. И я поступила в Ялтинский педагогический колледж на фортепианное отделение. После двух лет обучения я перевелась на вокал и стала принимать участие во всевозможных конкурсах вокальных по Крыму. И по окончанию колледжа поехала прослушиваться в Одесскую консерваторию. Свой творческий путь в оперном театре я начала с оперы Чайковского «Евгения Онегин». Я исполнила партию Ольги в Одесском оперном театре. Это была моя премьера. Жутко волновалась, но благодаря поддержке всего театра я спела ее очень достойно. Было море отзывов, я получила огромное удовольствие. И с тех пор я поняла, что без сцены я жить не могу, и это мое призвание. Какую партию вы мечтали всю жизнь спеть в опере? Оперу «Кармен». Мне кажется, это мечта любого мэтта-сопрано. И к своему большому счастью, когда меня пригласила чета президента в Турции в Анкарский оперный театр, я спела эту партию. Какова она, гастрольная жизнь? Наверное, это очень интересно. Очень. Первые мои гастроли были с Одесским оперным театром. Мы возили Аиду в Бейерут. В античном театре мы выступали. Благодаря таким же поездкам я была в Финляндии, я была в Италии. Гастролировала в Хорватии, в Словакии. А когда в этой всей суете рабочей, творческой, все-таки случилась ли у вас любовь? Живя и работая в Анкарском оперном театре, я совершенно случайно познакомилась со своим супругом. Я была у приятелей, пришла в гости на Новый год. И он приехал к ним со Стамбула в гости. И знаете, как в Евгении Онегине Татьяна поет, ты вдруг вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и сказала, да, это он. Вот это в моем случае так. Потому что я, когда его увидела, я поняла, что это мужчина всей моей жизни. А как он реагировал на то, что? Ему было сложно очень. Если бы не его поддержка, я бы, наверное, думаю, что мало что у меня бы получилось. Он вас поддерживает? Он до сих пор меня поддерживает и в воспитании детей, и в моем отсутствии. Что нужно певице, чтобы исполнить ту или иную партию? Чем должен обладать человек? Я считаю, что это должен быть опыт. Пережить ту или иную ситуацию. Потому что сейчас очень много молодых исполнителей, которые берутся за партии, к которым они еще морально не готовы. То, что физически они могут исполнить, спеть, показать свой диапазон голоса, но внутренне они к этому еще не готовы. Очень многие, пытаясь спеть ту же самую Азучену или ту же самую Татьяну, не прожив какой-то жизненный опыт, не испытав какие-то эмоции, не могут передать состояние осмысленности этого героя. Вы знаете, вокалисты настолько эмоциональны, впечатлительны, ранимые люди. Будучи вокалисткой, я понимаю, что если ты не получаешь ожидаемые аплодисменты, не получаешь цветов, или не получаешь тот поток энергии, который ты отдаешь публике, то это получается очень обидно. Да, и вокалисты становятся очень ранимыми, проявляют свое недовольствие, капризы. И это специфика, по-моему, нашей профессии. Скажите, пожалуйста, что для вас значит музыка? Музыка для меня — это моя жизнь, способ самореализации. Это мои чувства, эмоции, смысл жизни. Без музыки я не представляю свою жизнь. Это смысл, стимул и мотивация. Музыка для меня — это моя жизнь. Музыка для меня — это моя жизнь. Музыка для меня — это моя жизнь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь, я не стану вам вредить. Разве браво, вы были великолепны. Маэстро, еще раз вам большое спасибо. Представите нам ваших коллег? Перед вами Государственный симфонический оркестр города Севастополя. Пожалуйста. Маэстро, как вам удалось собрать лучших музыкантов в Севастополе, где даже нет музыкального училища? Я с вашего позволения спущусь. А я сниму парик. Да, ну, вопрос достаточно сложный и очень емкий, поэтому, чтобы не говорить долго, я хочу сказать, что это мечта, так сказать, мечта, которая длится уже очень-очень много времени. И мне пришлось, закусив у дела, бегать по всем государственным учреждениям, чтобы объяснять, что город Севастополь достоин симфонического оркестра. И вот так сначала был любительский состав, который играл просто за любовь к музыке. А с 2006 года он получил статус профессионального и постепенно-постепенно с возможностями финансовыми города Севастополя. Он начал развиваться, и вот сейчас вы видите его почти в полном составе, за исключением медных духовых, которые не участвуют в нашей сегодняшней программе. Сколько под вашим началом музыкантов? А вообще у нас должно быть 68 человек. Есть что-то особенное в музыке, что вас прельщает больше всего? Притягательная сторона музыки – это ее, так сказать, эмоционально выразительный эффект. Который независимо от рацио, от мыслительных каких-то процессов, заставляет и притягивает к себе внимание. Вот это, собственно, и самое главное. Притягательность музыки независимо от того, хочешь ты это или не хочешь. Понимаете, там, где начинается музыка, там заканчиваются слова. И поэтому никогда не хватает слов, чтобы описать чувства, которые ты переживаешь во время прослушивания музыки. Какие у вас и вашего коллектива планы на грядущий год? Планы в громадье, не знаю, в силе они осуществятся, потому что это очень большое напряжение. Но мы получили предложение от родственников Бориса Чайковского, чтобы мы исполнили Севастопольскую симфонию Бориса Чайковского. Очень сложное произведение, очень сложное и для исполнения, и для восприятия. И тем не менее, именная симфония – это только вторая. Одна ленинградская из Шостаковича, и другая – севастопольская. Искренне желаю вам удачи. Спасибо. Маэстро, а сделаете ли вы нам какой-нибудь новогодний подарок? Да, мы об этом думали, и мы уже готовы это сделать прямо сейчас. Маэстро, а сделаете ли вы нам какой-нибудь новогодний подарок? Маэстро, а сделаете ли вы нам какой-нибудь новогодний подарок? Маэстро, а сделаете ли вы нам какой-нибудь новогодний подарок? Маэстро, а сделаете ли вы нам какой-нибудь новогодний подарок? Маэстро, а сделаете ли вы нам какой-нибудь новогодний подарок? Маэстро, а сделаете ли вы нам какой-нибудь новогодний подарок? Маэстро, а сделаете ли вы нам какой-нибудь новогодний подарок? Маэстро, а сделаете ли вы нам какой-нибудь новогодний подарок? Маэстро, а сделаете ли вы нам какой-нибудь новогодний подарок? Маэстро, а сделаете ли вы нам какой-нибудь новогодний подарок? Маэстро, а сделаете ли вы нам какой-нибудь новогодний подарок? Маэстро. 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 Маэстро.